Кто-то зовет тебя, у тебя есть причина слушать это сообщение, цель, которая направляет тебя с момента зачатия. Хотя ты можешь не осознавать этого, каждый момент твоей жизни имеет смысл, урок и возможность. Ты здесь не для того, чтобы повторять одно и то же каждый день без цели, а чтобы расти, развиваться и преодолевать себя. Ты пришел, чтобы исполнить свою жизненную миссию, которая раскрывается по мере твоего духовного пробуждения. Если ты слышишь это, значит ты идешь по пути к своему истинному «Я», к тому зову, на который теперь должен ответить. Ничто в твоей жизни не случайно, все причинно. Люди, которых ты встречаешь, место, которое посещаешь, ситуации, с которыми сталкиваешься, все это часть божественного плана, помогающего тебе открыть свои дары, таланты и страсти. У каждого из нас есть что-то уникальное и особенное, что мы можем предложить миру, что приносит нам радость и удовлетворение. Но как понять, что является твоей жизненной миссией? Не беспокойся, если пока это не ясно. Ты не одинок и не потерян. Твоя жизненная миссия проще, чем кажется. Часто мы усложняем, думая, что она недостижима, но на самом деле это то, что выходит у тебя естественно, что заставляет тебя вибрировать, что соединяет тебя с твоей сущностью. Иногда трудности мешают увидеть то, что уже внутри нас, то, что заставляет нас сиять и быть собой. Каждый пережитый опыт приближает тебя к твоей миссии. Речь идет не только о приятных и комфортных ситуациях, но обо всех негативных, позитивных, серых и ярких. Каждый урок, каждая прожитая связь, каждая совершенная ошибка делает тебя более осознанным. Все мы учителя и ученики в этом мире, все приходят делиться и учиться друг у друга, в рамках запланированных и предначертанных отношений. Это послание, которое тебе нужно сегодня, чтобы открыться. Вселенная доброжелательна, полна любви и даров. Не беспокойся, если чувствуешь страх или замкнутость. Эти чувства не продлятся вечно. Прогуляйся, прикоснись к дереву, обними его, почувствуй землю под ногами, посмотри на рассвет. Попроси Вселенную и Бога помочь тебе открыться и быть более восприимчивым. Проси вслух и наблюдай, что произойдет. Следуй за своим сердцем и внутренним голосом, и ты увидишь, что окажешься в обстоятельствах, которые вновь приведут тебя к твоему сердцу. Вселенная будет помогать тебе, поддерживать с любовью, нежностью и заботой, открывать двери и закрывать окна, пока ты не достигнешь своей цели. Этот день символизируется числом 1234, которое символизирует порядок, ясность и простоту. Это число логики, помогающее решать проблемы и принимать решения. Прими это число как знак того, что ты на правильном пути и окружен Божественной поддержкой. Это напоминание о прекрасной энергии, текущей в твоей жизни, о том, что ты в гармонии с Вселенной и движешься вперед уверенными шагами. Эта числовая последовательность представляет Божественный порядок и прогрессию в твоей жизни, напоминая, что ты не можешь достичь числа четырех, не пройдя сначала через число одного. Все будет течь, если ты будешь терпелив и будешь делать все в правильном порядке и в нужное время. Не бойся перемен, они и естественная часть жизни. Откройся возможностям, которые появятся перед тобой. Эта энергия призывает тебя быть творческим и искать свою страсть. Энергетическая вибрация доступна для тебя сегодня высокая, позитивная и практичная. Неважно, через что ты проходишь сейчас, внутри себя ты чувствуешь уверенность, безопасность и спокойствие. Ты не знаешь почему, но что-то внутри говорит тебе, что ты способен справиться с любой ситуацией, адаптироваться к любым изменениям и учиться на любом опыте. Ты в гармонии с Вселенной, со своим предназначением и потенциалом. Сегодня Архангел Метатрон говорит, доверься процессу жизни, принимай последствия своих действий как часть своего обучения. Не суди себя и не вини за сделанное или не сделанное, так как все, что происходит, отражает твой уровень сознания и готовит тебя к следующему этапу. Поэтому твой ответ ясен, все, что ты переживаешь сегодня, является частью твоего пути к жизненной миссии. Мы даем тебе новую перспективу твоей реальности и приглашаем исследовать тайны, скрытые внутри тебя. Каждый день ты открываешь что-то новое о себе, понимаешь, что жизнь полна оттенков и цветов, как радуга, и у тебя еще много впереди, что нужно создать, почувствовать и насладиться. Сегодня ангельские энергии напоминают о важности любви. Дорогой светлый человек, любовь – это божественный дар, который ты полностью заслуживаешь. Часто страх перед счастьем вызван прошлым ранами, но помни, что эти раны не определяют тебя. Ты – осветлое существо, предназначенное сиять в любви. Прими и прости свои несовершенства, само сострадание – основа исцеления. Поделись своими страхами с партнером и позволь ему поддержать тебя в этом путешествии. Вместе вы можете преодолеть любые трудности. Доверься процессу, любовь – это не цель, а путь взаимного роста и развития. Открой свое сердце с мужеством и будь искренним. Истинная связь рождается, когда ты позволяешь себе быть уязвимым. Помни, что ты заслуживаешь безусловной любви, окружай себя людьми, которые ценят тебя таким, какой ты есть. Когда чувствуешь страх, просто позови нас, мы здесь, чтобы напомнить тебе о твоей ценности и защитить тебя. Доверься себе и Вселенной, верь, что истинная любовь ждет тебя. Разорви цепи страха и откройся радости, которую ты заслуживаешь. Люби себя и позволь любви течь. Пусть ангелы и энергии Вселенной направляют и поддерживают тебя. Мы даруем тебе уникальную возможность исцелиться и освободиться от любой тьмы, которая сдерживает твой рост. Сочетание Скорпиона и Девы помогает тебе быть тщательным в поиске внутренней правды. Все, что ты сейчас чувствуешь, может быть интенсивным, но также и исцеляющим. Только осознав, что причиняет тебе боль, ты можешь пройти процесс исцеления и принятия. Используй эту энергию, чтобы освободиться и возродиться, как Феникс. Сегодня и день для тебя и твоих потребностей, день для понимания себя, обнимания своих теней и вывода их на свет. Повтори этот ежедневный девиз трижды, я, Феникс, восстающий из своих пепла, ошибок и болей. Я способен возрождаться каждый день с большей мудростью и светом. Пожалуйста, ответь на вопрос, как ты чувствуешь себя в этот момент. Позволь себе время для понимания, необходимого для исцеления. Оставь свой ответ в комментариях, чтобы начать процесс очищения и возрождения. Подпишись и поделись этим сообщением с тем, кому нужна сила продолжать. Желаю скорейшего восстановления и равновесия твоей души, ты не одинок. Спасибо, спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok